Разговор о длине свободного пробега молекул мы начнем со следующей модельной задачи. Представьте, что вы с приятелем пришли в лес, он одет в яркую куртку и он уходит от вас вглубь леса. И спрашивается, на какое расстояние ему нужно отойти, чтобы вы перестали его видеть. Ну, понятно, что в каком-то случае он может прямо скрыться за ближайшей сосной, в каком-то идти довольно долго, и в этом смысле речь идет о среднем расстоянии, на которое он от вас удалится. Похожий результат мы получим, если заменим наш взгляд лучом лазера. Иногда луч будет освещать ближайшие деревья, а иногда он будет светить куда-то далеко через просветы между деревьями. Но понятно, что есть некоторое среднее расстояние, на котором луч лазера попадает в ствол дерева. Чтобы оценить среднюю длину свободного пробега, сделаем такой геометрический трюк. Заменим каждое дерево точкой, центром соответствующей окружности. А луч зрения заменим полосой, ширина которой равна диаметру дерева. Если дерево перекрывало луч нулевой ширины, то его центральная точка будет попадать в эту полосу. Средняя длина пробега луча – это длина такой полосы, на которую в среднем приходится одно дерево. Тогда получается, что площадь, приходящаяся в лесу на одно дерево, равна площади этой полосы. Первая площадь равна квадрату среднего расстояния между деревьями. А вторая площадь равна диаметру дерева, умноженному на искомую длину свободного пробега лямбда. Отсюда лямбда – это d большое в квадрате, деленное на d малое. Эту формулу удобно переписать в виде Диаметр дерева d умножить на квадрат отношения расстояния между деревьями d большое к диаметру дерева d малое. А это просто доля площади леса, которую занимают стволы деревьев. Возьмем диаметр дерева полметра, а расстояние между деревьями 5 метров, в 10 раз больше. Тогда длина свободного пробега луча составит порядка 100 диаметров деревьев, то есть 50 метров, что весьма правдоподобно. Какое же отношение имеет наша модельная задача о распространении светового луча между деревьями к движению молекул газов? Дело в том, что размеры молекулы много меньше, чем расстояние между молекулами. И поэтому молекула от столкновения до столкновения летит свободно, меняет свое направление, и таким образом имеется какое-то среднее расстояние, которое она пролетает между двумя столкновениями. И это среднее расстояние является важным параметром для многих процессов в газах, и прежде всего для процесса диффузии. Давайте посмотрим на этой модели, как происходит диффузия в газах. Здесь в замкнутом ящике двигаются шарики, один из которых подкрашен зеленым цветом и оставляет за собой след своего движения. Каждый из шарика в приударе меняет величину и направление своей скорости. Посмотрим, как скоро зеленый шарик, запущенный у левой стенки, достигнет правой стенки ящика. Вот он уже перешел на правую половину поля, и если бы другие шарики не мешали ему своими хаотическими толчками, то он с очередного удара, направленного вправо, очень быстро долетел бы до правой стенки. Но из-за последовательных случайных ударов он блуждает туда и сюда, хотя вот он заметно приближается к стенке, и может быть очередной удар направит его в ворота. Да, еще и еще удар, гоу! В результате, пройденный шариком путь, оказался гораздо больше расстояния между стенками. А теперь давайте посмотрим, как происходит диффузия в реальных газах. Сделаем опыт с диффузией углекислого газа в воздухе. Возьмем стаканчик и включим весы, так что сейчас их показания равны нулю. В эту банку мы налили уксусной кислоты, поставим в нее пакетик с содой, закроем крышку с отводной трубкой и встряхнем банку так, чтобы там началась реакция и выделялся углекислый газ. Направим отводную трубку в стаканчик. Плотность углекислого газа в полтора раза больше, чем плотность воздуха. Углекислый газ постепенно вытесняет воздух из стаканчика, и мы видим, что показания весов растут. Правда, на совсем небольшую величину, всего несколько сотых грамма. Уберем отводную трубку и посмотрим, как показания весов будут меняться со временем. Мы видим, что сначала избыточная масса росла. И когда стаканчик заполнился углекислым газом, избыток массы составил 80 мг. А потом молекулы углекислого газа постепенно покидали стаканчик, а молекулы азота и кислорода наоборот проникали в него, так что избыточная масса становилась все меньше и меньше. Средняя тепловая скорость молекулы СО2 составляет примерно 250 метров в секунду. И если бы все молекулы летели в одном направлении, то они покинули бы стаканчик за одну тысячную секунду. Но мы видим, что характерное время диффузии составляет порядка 10 минут. И это происходит потому, что молекула хаотически меняет свое направление движения от столкновения к столкновению. Чтобы оценить длину свободного пробега молекулы в воздухе, поступим в точности так же, как мы оценивали длину свободного пробега лазерного луча в лесу среди деревьев. Нарисуем трубку, длина которой равна длине свободного пробега молекулы λ, а ее сечение оценим как квадрат диаметра молекулы. На объем этой трубки приходится в среднем одна молекула. С другой стороны, на одну молекулу приходится объем d в кубе, где d в среднее расстояние между молекулами воздуха. Значит, d в кубе равняется λ умножить на d в квадрате. Откуда длина свободного пробега λ? Это d в кубе делить на d в квадрате, что удобно переписать в виде. Диаметр молекулы d умножить на куб отношение d к d. А это просто доля объема, которую в воздухе занимают сами молекулы. В жиженом воздухе молекулы располагаются вплотную друг к другу. При этом его объем уменьшается по сравнению с газообразным состоянием примерно в тысячу раз. Поэтому длина свободного пробега составляет порядка тысячи размеров молекулы. Размер молекулы по порядку равен 10 в минус десятой метра. Так что длина свободного пробега составляет порядка 10 в минус седьмой метра, или одну десятую микрона. А теперь наш заключительный вопрос. Высота этого стаканчика составляет примерно 10 сантиметров. А длина свободного пробега молекулы одну десятую микрона, то есть в миллион раз меньше. И вот спрашивается, сколько соударений проделает молекула в среднем, прежде чем выберется из стаканчика? И какое расстояние она при этом преодолеет? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok